Достаточно уникальное событие. Очень мало сегодня таких мероприятий, которые, во-первых, открывают перед людьми свет истины и, с другой стороны, объединяют их для хорошей, я бы сказал, просемейной идеи. И мое участие, оно, естественно, вполне закономерно, поскольку демография, семейная политика, вопросы этики, которые рассматриваются на Конгрессе, в частности, этики, связанные с человеческой жизнью, это для меня наиболее важный вопрос в жизни. То есть и с профессиональной точки зрения, и с общечеловеческой, естественно, мне интересно участие в Конгрессе и я вижу свою роль в том, чтобы донести максимум той информации, которую на сегодня дает нам демография, свежие демографические исследования. И, с другой стороны, естественно, узнаю сам очень много нового. Вот эта консолидация усилий, которую обеспечила Human Life International, местная католическая община, другие организации в Казахстане, в частности, содействие органов государственной власти, тоже было замечено. Это очень важно, потому что на самом деле проблема, она вроде бы частично осознается, но на сегодня есть очень серьезный дефицит конкретных действий. И вот это мероприятие, я надеюсь, оно будет продолжаться и расширяться. Оно вносит нужный, своевременный вклад для того, чтобы заполнить этот дефицит. Существует, с одной стороны, дефицит хорошей, позитивной информации, связанной с семейной жизнью, связанной с деторождением, связанной с демографическими проблемами и способами их решения. И в то же время существует, наоборот, перенасыщенность негативной информации, вот как раз та манипуляция, о которой многие уже говорят вслух. Существует подмена понятий, существует агрессивная пропаганда греха, порока, разврата и, в общем-то, всего, что ассоциируется со злом. Тема демографии, насколько она сегодня актуальна? Она сверхактуальна, причем актуальна как для России, страны, которая является очень большой по территории, но имеющей колоссальные демографические проблемы. Дело в том, что мы абсолютные лидеры России, абсолютный лидер сегодня по абортам, по разводам, по потерям населения. За прошлый год мы потеряли около 250 тысяч человек, это естественная убыль населения, и она была бы гораздо больше, если бы не миграция. В целом же, начиная с 1992 года, депопуляция стерла фактически с карты России население, равное 13 миллионам людей. Это беспрецедентно. В мирное время ни одна страна не теряла такое количество населения. Процессы идут самоубийственные. Фактически, российские люди, как и многие другие, на сегодня занимаются таким психологическим, репродуктивным самоубийством. Проблема, она не в здоровье, потому что сейчас население намного здоровее, чем было, например, в начале века, но тогда рождалось намного больше детей. Проблема не в войнах. Мы видим сейчас относительно мирное время, хотя тогда, наоборот, оно было гораздо более опасно. С точки зрения даже элементарного выживания. Проблема даже не в выживании, не в голоде, не в медицине. Все, начиная от пенсионного и социального обеспечения, заканчивая условиями жизни, включая жилищные условия, только улучшается. За последнее время, если взять ретроспективу, если взять другие исторические периоды, все только улучшается, но падает ценность семьи, ценность детей. В условиях потребительских ценностей на первый план выходит пожелание комфорта, пожелание удовлетворения низменных инстинктов. В итоге происходит деградация человечества. И вот та демографическая ситуация, которую мы сегодня наблюдаем и в России, и в целом на постсоветском пространстве, она является следствием отхода от традиционной семейной морали и своего рода таким цивилизационным наказанием. И должен сказать, что будут еще хуже все прогнозы, которые попадали мне на глаза. Это депопуляционные прогнозы. К 2025 году население сократится в лучшем случае до 133 миллионов, с нынешних 143. В худшем случае до 113 миллионов, возможно, и больше. И, естественно, что эта ситуация, она наводит на мысли, насколько мы вообще заслуживаем иметь такое большое, пространное, сильное государство, коль мы даже не в состоянии его заполнить. Вот известный российский ученый Дмитрий Иванович Менделеев, будучи не только химиком и агрономом, но еще и прекрасным демографом, он рассчитал, он рассчитал приблизительно, сколько будет проживать в России людей к 2000 году. Если рождаемость будет такой же, как она была в те годы, когда наши предки не боялись заводить семьи и рожать детей, и тогда получалась цифра около полумиллиарда человек. Сейчас это в разы ниже. Естественно, с того момента, как в России пришли к власти коммунисты, с того момента, когда стали производить гонения на религии, убивать священников, запрещать веру как таковую, идет хроника нашего самоистребления. Идет хроника самоуничтожения России. И я продолжаю все-таки надеяться, теплиться где-то в уголках души надежды, что все-таки найдется часть здорового человечества и в России, и на планете, которая сможет повернуть вот это вот гибельное движение истории в обратное русло. Очень на это надеюсь. В целом ситуация зависит, в общем-то, от нас, вами, от всех. От каждого из нас сегодня зависит. Уже сегодня каждый просто может сесть, задуматься и прийти к выводу, что ребенок, он не является бандитом, от которого надо, как говорят, предохраняться. Наоборот, дар Божий, и этот дар надо только приумножать. Раньше и сейчас во многих странах дети – это символ благополучия, это символ, в конце концов, благословения свыше. Как только это вновь осознается, я думаю, от демографических проблем не останется и следа. Но сейчас ситуация достаточно запущена. И, к сожалению, чтобы ее решить, теперь уже понадобится целое поколение человеческих жизней. То есть в течение ближайших двух поколений пока ситуацию еще исправить возможно. Но если пройдет еще немного времени, я боюсь, что мы можем пройти своеобразную точку невозврата. Ведь для России минимальная численность, пороговая численность населения – это 80 миллионов человек, к которым мы можем прийти уже к 2050 году, а возможно, раньше. Только вот с такой минимальной численностью можно удерживать такие огромные территории, кстати, по которым у нас имеются территориальные претензии, как на востоке, так и на западе. Будь то Курильские острова, или Калининградский анклад, или Карелия – везде имеются какие-то претензии. Поэтому только в условиях неограниченной естественной рождаемости возможно цивилизационное развитие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...